всем доброго времени суток особенно подписчикам сегодня обзоре катушка от компании сенайт под названием тренд 2 на канале уже есть обзор на трехтысячный размер и рыбалка с ней если вы не видели ссылки оставлю в описании не так давно появился отличный размер этой катушки которая будет интересна в первую очередь для тех кто подбирает себе катушку на ультралайт так как ее заявленный вес всего 198 грамм и на сегодняшний день это по моему самая бюджетная катушка с таким весом и так как обычно мы рассмотрим качество изготовления укладку наличие люфтов а потом разберем и проверим количество смазки подшипников давайте начнем итак приходит катушка такой коробки черного цвета тренд 2 тысячный размер рассмотрим информацию 198 грамм заявленный вес 5 килограмм максимальное усилия фрикциона что сомнительно при небольшой шпуле но и большого значения принципе не имеет 5 5.0 к одному передачное отношение и вместимость по леске и такая рекламная информация здесь та же самая та же самая информация подшипники кстати здесь заявлено 6 плюс 1 7 подшипников в более старших версиях 11 подшипников с 2000 до 4000 размера заодно и посмотрим откуда подшипники убрали здесь у нас спецификация сама взрыв схема у нас расположена вот здесь в комплекте у нас вот такая инструкция здесь у нас общая информация для начинающих как пользоваться тормозами наматывать леску и так далее в комплекте у нас идет чехол что приятно за такую стоимость чехол кстати изменился цвет стал серый 3000 у меня был черный такой вот мелочи приятно ручку раскручивается на резьбе что немаловажно соответственно люфты между ручкой и ведущей 4 не появится также она переставляется на другую сторону соответственно выкручивается здесь для тех кто вращает правой рукой проблем никаких не будет внешний вид вот смотрите такой черный пластик с вкраплениями синих блесток гайка фрикцион у нас изменилась по сравнению с 2000 версии так в основном в остальном визуально катушки похоже давайте покажу вам ход катушки вот такой ход ротор подвесом ручки проворачивается не очень охотно ну во первых еще ручки не сильно тяжелая но и только стоимостью катушки не будем забывать и давайте покажу вам укладку вот таким образом выглядит укладка мотает неплохо катушка надеюсь камеру передаст петли эта катушка кстати не кидает успел я до льда разок ее протестировать с самым тонким шнуром на онлайн тоже от компании сенайт которую я на ультралайде использую никаких проблем с забросами не было и ни одной петли катушку не скинул за это можете не переживать это я покажу вам по люфтам люфт много небольшой присутствует порядка полмиллиметра люфт главной пары он практически нет совсем минимальный люфт ротора продольного нет поперечного тоже нет люфт штока продольный есть почти всегда есть дверечного нет то есть по люфтам все неплохо в кнопке небольшой люфтик такой технологический если кнопку разборная устранить его не проблема так покажу вам диаметр шпули и вес диаметр шпули составляет 40 с половиной миллиметров и вес двести три с половиной грамма это вместе со шнуром без шнура у меня весы показали 195 грамм то есть даже на три грамма меньше чем заявлено достойный вес для ультралайта тем более за такие деньги так давайте разберем катушку проверим количество смазки и посмотрим где установлены подшипники в 1000 версии начнем снятие шпули вот таким образом она выглядит посмотрим из чего у нас состоит фракцион 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 у нас карбоновый думаю будет видно здесь три карбоновых и два металлических диска больше здесь ничего нет здесь установлена одна регулировочная шайба думаю будет видно и так снял я ручку вот такую декоративную заглушку с кнопок он оказался разборным видно там винт 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 укручивается против часовой стрелки для тех кто будет разбирать и кнопку у нас с одной стороны установлен подшипник в нобе очень плотно сидит вот я достал закрытый подшипник и с другой стороны закрытый подшипник думаю его будет видно то есть кнопка у нас разборный сидит на двух закрытых подшипников так давайте снимем ротор гайка у нас откручивается по часовой стрелке кстати винт кнопок сидел на фиксаторе резьбы должно быть от самопроизвольного откручивания вот таким образом у нас строен ротор здесь такая усиливающая вставка металлическая чтобы посадочное место не разбивалось ротор очень легкий я думаю будет видно даже по конструкции такой облегченный посмотрим как у нас строен механизм возврата дужки механизм у нас пружинный что плюс и теперь посмотрим что у нас в ролике а в ролике в ролике у нас подшипник смазанный подшипник что опять же плюс итак снимем крышку посмотрим каким образом у нас устроен механизм декоративная накладка с этой стороны у нас установлен подшипник вот таким образом выполнен механизм сверху прижимная пластина которая выполняет роль направляющей и там будет видно смазка присутствует даже лишнее немного поводавливала вот таким образом выглядит пластина снизу шток и Вот так мы выглядели. И вот как у нас выглядит ведущая шестерня, всё очень миниатюрное, всё в смазке, диаметр её 23 миллиметра. С противоположной стороны у нас также установлен подшипник, карета также всё в смазке. И под паразитной шестерней, паразитная шестерня у нас втулки, установлена второпластовая втулка. Размеры втулки 5 на 8 на 2,5 исходящего подшипника, при желании, конечно, можно заменить её подшипником 5 на 8 на 2,5, но не знаю, насколько это целесообразно. Итак, выкрутил я винты и давайте достанем ведомый вал. С внешней стороны у нас установлен подшипник, я думаю, будет видно. С внутренней стороны он просто вот этим хвостовиком упирается в корпус. Будет понятно. и стоп-роворотного хода он у нас выкрыт такой дополнительной втулкой. Вот таким образом он выглядит. Итак, почитаем итоговое количество подшипников. Напомню, заявлено 6 плюс 1. В кнопе 2. В ролике 1 это 3. На ведущем валу 2 это 5. На ведомом валу 1 это 6. И седьмой стопор обратного хода, роликовый подшипник. Ну, то есть все 7 подшипников на месте. Итак, вот один небольшой итог по этой катушке. Ради эксперимента установил я вместо втулки под паразитную шестерню подшипник. Но, как и ожидалось, ход особо не изменился. Но, если кому-то будет полезно, ссылки на подшипники также оставлю. В общем же, все обещанные 7 подшипников мы нашли. Смазка присутствует. По укладке и люфтам вопросов нет. Как всегда стоит катушка своих денег или нет. Каждый решит для себя сам. На сегодняшний день стоимость для катушки чуть больше 20 долларов. И сейчас за такую сумму, по-моему, у нее просто нет конкурентов. Ну, с похожим весом. Ну, и как бонус еще чехол и ручка на резьбе. Актуальные цены смотрите, как обычно, по ссылкам внизу в описании к этому видео. Если вы считаете обзор полезным, то ставьте лайки. Все вопросы и пожелания оставляйте в комментариях. Подписывайтесь на канал. И всем ни хвоста, ни чешуи. Пока. 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 Пока.